Привет! Бывает же такое, встретишь умного человека, прямо сердце радуется. Думаешь, надо же? Бывают же умные люди. Мыслят, действуют разумно, с мудростью, незашоренные какие-то, с мозгами в голове, свободные. И сразу хочется кому-то рассказать о том, что ты встретил умного человека. И сообщить все, что ты от него узнал нового, полезного. Вот я часто своим партнерам даю какие-то рекомендации, делюсь опытом, рассказываю, как я вижу ту или иную ситуацию, и как правильно поступать. И с удивлением вижу, что люди, которые и по возрасту, и по опыту работы, и по результатам, даже, ну так, объективно говоря, даже близко не подошли к тому, что видят у меня, например, у своего наставника, спонсора. А тем не менее, они не реагируют на мои рекомендации. Они сами по себе. Я вот думаю. То есть, сами по себе. Они делают, продолжают делать так, как они делают. У них там не получается, у них не срабатывает, у них результаты неутешительные. и несмотря на то, что я показываю им, вот смотри, у меня же лучший результат, вот смотри, я вот делаю вот так вот, что-то им не позволяет согласиться со мной. Я не знаю, что это такое. Да не только со мной, при чем здесь я? Дело не во мне. Вообще, в принципе, люди так устроены, что вот разумно было бы, например, сказать, я в этом плохо разбираюсь, у меня результаты не весьма, а ты уже преуспел. Покажи мне, что ты делаешь, я точно повторю, как ты. И буду рассчитывать, что буду получать такие же деньги, такой же результат. Многие так поступают, но далеко не все. А мне бы хотелось, чтобы люди, мои люди, во всяком случае, были ближе к успеху. Чтобы то, что я знаю, то, что я прошел, то, что я пережил, там, где я уже набил шишек, там, где я вот лично уже знаю, я бы хотел оградить своих людей от этого. Но им нужен свой опыт, понятное дело, простительный. И иногда я думаю, как бы мне все-таки помочь этим людям, как бы мне все-таки дать им информацию, чтобы она в них попадала. И есть такой способ, такой прием, привлечь специалиста со стороны. Экспертов. В своем отечестве пророков не ценят. Вот в чем проблема. Я посмотрел, недавно попал на сайт, на блог. Есть такой парень в интернете, его зовут Андрей Мухачев. Потрясающий молодой парень, из Уфы. Он фрилансер, он занимается продвижением сайтов. Свободный художник в интернете. Очень толковый парень. Рекомендую всем его сайтам, всем его блогам. Здесь внизу вы увидите ссылку на его блог. Рекомендую читать то, что он пишет. Толковый, очень толковый. И вот он написал там статью о том, как добывать крупную рыбу в интернете. Как искать клиентов крупных, серьезных лет и вообще, как делать бизнес в интернете. Он не сетевик, он не имеет отношения к нашему бизнесу, но его рассуждения очень полезный. Вот я специально рекламирую его статью, полностью, без всяких купюр и сокращений ее перепечатываю, сделаю ссылки на его блог и всячески поощряю вас посещать его блог. Я думаю, он не будет против такой моей рекомендации. Посмотрите, я даже не буду рассказывать, что он говорит. Это нас касается напрямую. Это нас касается всех сетевиков напрямую. Интернет здорово, интернет хорошо, но нельзя терять голову. Нельзя быть... Ну, в общем, вы поймете из текста то, что он говорит. Я абсолютно с ним согласен. И это наше с вами спасение. Тот, кто хочет быстро преуспевать, должен использовать те рекомендации, которые он дает. и применить эти рекомендации к своему бизнесу. Я так делаю и у меня началось. У меня хорошие результаты от того, что я так делаю. Удачи вам!